добрый день дорогие друзья сегодня начинаю свой влог с вкусного завтрака берите на заметку делайте вкусный цельноземновой хлеб очень аппетитно это и мажьте одну ложечку авокадо сверху разрезаете одно яичко посыпая приправой для авокадо очень вкусно и очень сытно хватает мне надолго и потом до обеда где-то в час-два если я завтракаю в десять слежу внимательно сейчас за питанием конечно смотрю на сколько калорий я кушаю и также на сколько калорий расходу и все мне помогает кольцо это рассчитывать посматривать очень удобно рядом со мной лили сидит тоже разговаривать что-то меня отвлекает а также я смотрю в телефоне какой новый рецепт не помню что было давно так что за рецепт я очень часто смотрю рецепты по телефону беру на заметки что-то потом голове остается и что-то потом могу состряпать что-нибудь сделать вот так смотрю вкуснятину а я ем то что полезно вот так друзья сегодня влог будет такой более семейные и приятного просмотра сейчас показать вам распаковку маленькую что я купила ездила с доченькой закупаться и конечно как всегда едешь за двух вещей а покупаешь с доченькой намного больше ну вот с ребенком закупаться такое дело ребенок себе тоже что-то выбрал из игрушек на свои деньги я сказала если хочешь что-то себе купить пожалуйста бери свои деньги и покупай и она своей копилочки от бабушки все вытащила там копейки и купила себе журнальчик с такой куколкой так самое главное что мне нужно было я сегодня буду готовить лазанью это томатная паста томатный соус и вот из-за лапши мне пришлось ехать закупаться из-за этого я зашла закупиться вот на другое 50 евро отдала это все равно больше такая снег что еще можно сказать захватила такие гнут шетти сарды очень интересную лапшу какой-то детей в основном конечно мне будут мешаться лилия не мешай пожалуйста что еще начнем распаковывать посмотреть что самая здоровая пища здесь маловато так скажем так так у меня это гартен кресса называется германия здесь это так раз травка мы всегда ее на едим на филадельфию мажем где-то филадельфия запряталась тоже а я собираюсь купила не филадельфия это будут крымчиз натур бранч и вот мы всегда мажем на хлебца или на такой сухарики крутон я купила себе хлеб попробовать я в основном беру такой динкель не динкель а это рож такой темный хлеб но не было попробую этот хери айвайс он более-менее такой тоже нормально выглядит я в основном люблю такие хлеба утром хлеб такой есть утром с авокадо с яйцом увидели сегодня пришлось мне простой тостер есть тостер мы покупаем вот такой динкель тост мама говорит что это не полба но все пишут мне что это полба короче вот это стопроцентный день кайта дети все его любят он немножко видите такой он с зерном чуть-чуть совсем немножко зерна зерно есть какое-то там но это все равно это вайцы на день кле он как-то лучше у нас усваивается вот давайте у нас аллергия скажем больше мой сын чем я ну вот мы вообще больше хлеб никакой не покупаю потому что я и да вот этот я или вот этот мы помешаем и пытаемся книг оборот есть это так и сухарики масло было поведите скидки я взяла на будущее здесь йогурт или выбрала себе такую вину мою четко мая персик банановый вкус более-менее еще йогурт не сильно такой сладкий он такой еще с детских йогуртов более-менее не такой сильно от марки балла так пудинге сыночку порадовать он сегодня на турнире сейчас уже видела результат они в финале на первое второе место еще не знаю но в первое но там команда против них играет очень сильно мощная самая знаменитый команды шахи в ханофере против хава заиграть это квак творог трава творожный сыр типа с тружкой шоколада и тоже это все вот это основе к есть быстро утром где-то встанет перед школа перекусите пишет в школу это рисовая каша вот это марка будет вот она хорошая вкусная похоже на свою вареную кашу так здесь сливки я всегда в запасе беру всегда вот такие сливки 30 у нас нету не меньше жирности я бы хотела бы меньше жирности но вот они такие у нас есть это лили тоже себе прихватила сказала только один разрешаю это тоже какой-то пудинг сладким вот так же лили прихватила себе этот сыр который крученые кальцием протеин какой-то здесь роли то ли милка на ну короче баловство так я себе как всегда беру моцарелку это у нас такой перекус быстрее скажем так и закупка не на неделю а вот в конце недели маленькая ананас стоит люли в последнее время любит она нас банана здесь форма или как она называется хорошенькая выглядела три штычки у меня три штычки форму я взяла весь у меня две груши и это ты большие хорошие груши изменяющий шуршит вот как красиво вот такие грушки желание жестких нужно детские баловство как всегда много сладкого да у них да и здесь сыр сыр у меня о танцем дам пиканты кремик тоже любит мой муж такой сыр у нас и митин любимый сыр это когда вот такой очень очень тоненько нарезана сыр фольфи два молока я в основном еще в начале недели большую буду закупку делать поэтому это только так что хватило на недель на выходные ягоды это ягода по интроугли на немецком называются видите вот из головы вылетает все русские слова редко употребляю так употребляю применяю русские уменьши слова и вот меня уже русская речь сложно виноград это яйца боже мой это опять сладкая это опять сладкая это чипсы вот такие с молоком короче все что лили глаза у загорелись все взяла и теперь мясо на сегодня у нас я покупаю вот так мясо у нас в нашем анкре нашем этом мясо фарш пожалуйста он уже готовая здесь нужно будет и здесь тюрки или как это называется пути пляж и девушка это пять кусочков индюшки и здесь нарезка салами матаделла колбаски всякие разные поэтому вот говорю вот я мясом не заморачиваюсь она все есть чистенького подошел все сказал как нужно и они себе сделают она вообще супер ну и стоит я за вот эти два пакетика заплатила ну и плюс яйца 37 евро сама закупка около 50 евро вышло но это маленькая закупка это только перекусики здесь всякие но если честно для здоровой пищи у меня здесь ничего нету у меня все овощи все все еще есть холодильниках все что нужно для приятного хорошего питания если подумать только что мне понадобилось на сегодня вот эти две штучки закупилась вот это вот как всегда дорогие я приехала погулять в зоопарке канофере и вот там много людей конечно сейчас так сложно заснять что-то воскресенье все конечно в зоопарке гуляют все поэтому битком погода хорошо солнышко и дети пожелали сейчас пойти в зоопарк вот такая ситуация сейчас мои детки он лазит там везде так легко заснять дочь сын и дочь мы сегодня была первая ночь такая с нулем по температуру по на 0 градусов и солнышко светит а здесь германии как только около нуля температура так и солнце начинает светить как только поднимается температура 10 11 12 до дожди сыра типичная альфаковом вот из кого я сейчас шила и вы шила все что я все шью из кого я вязала из этих зверюшек сейчас пойдем посмотрим аквариум а а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» что делать с детьми, они уже дома маются. Сейчас 4 дня была пауза в школе и в садике, и они уже не знаю, что с собой начать. Говорят, поехали в зоопарк, посмотрим, что. Погода была хорошая, солнышко. Единственное, что холодно. Вот так выглядит. Сейчас я отправляю эту грильницу, уже остыла. На мяско подгрелить 200 градусов на 15 минут, а за это время я поджарю все остальное. Ну вот, друзья, сейчас я буду поджаривать белый гриб. Он еще замороженный, чуть-чуть. Мама меня всегда замораживает гриб, чтобы делать соусы. Также у меня сливки, дорогие друзья, здесь сливки 30% жирности. Уже темно, поэтому включила еще дополнительную подсветку. Копленое масло добавлю сюда сейчас же. Ну и лук. Вот, пожалуйста, лук, который размельчила. Добавляю кусочек топленого масла. И даю это все пожариться. Потом добавлю сливки. Посолю и добавлю сливки. Вот и все. Это вот у меня есть вчера от Вилла. Это вот эти айркнёпфы. Ну, типа шпецли. Вот, пожалуйста. Их надо просто разогреть, поджарить в масле. Пока здесь все жарится, я сейчас делаю с вами салат. Ну, на салат у меня я настругала, получается. Или как-то нарезала тоненько такими полосиками капусту. Шпиццколь у меня. И настругала такую морковку. Сейчас сюда добавлю чуть соли со специями. Уже маловато соли здесь надо убавить. Здесь еще остался Зюльтер Айрдрессинг. Вот такая баночка из Эрики. Я его добавлю сюда в салат. И все. Вот весь дрессинг наш готов. И весь салатик. Сейчас его вечно нужно все потом убирать. Когда я готовлю кушать, я не люблю марать места, чтобы потом не убирать их. Терпеть не могу, когда все это ляпается здесь все. Вот, сейчас поджарится хорошенько. Уже начинается. А здесь надо мешать. Зажаренные такие в масле будут. Их вообще не надо ничего. Просто пожарить в масле и все. А соус. У меня вот такой красивый соус уже получается. Грибочки. Я добавляю сливки. Соль. По вкусу все. Специи. Кончилась соль уже. Свою ложечку досталась. Добавлю свою приправу. Но я чеснок, по идее, никогда не добавляю в этот грибы. Но совсем капелючечку. Капелючечку вот такую. Для аромата. Чтоб чеснок не перебил вкус грибной. Свою зеленую пасту добавил. Попробую на вкус. И она сразу все в чесноке во рту. Осталось у меня 5 минут. И будет моя шлица готов. И вот так выглядит мой салат. Не сильно много здесь этого дрессинга. Масла я не буду добавлять. У меня там хватает уже жирности за день. И вот у меня будут шлицы со салатом и соусом. А друзья будут здесь употреблять лапшу с соусом и с шлицей. Я лапшу не буду на ночь глядя уже есть. Не хорошо будет. Так, на вкус пробовать надо. Можно посолить. Даже хорошенько. Отлично. Чуть-чуть добавила чеснок в соус. И он такой дал аромат вкусный. Вот так выглядит мой салат. Вкусный салат просто с капустой. У нас выглядит наш соус грибной. И у нас здесь вот пожалуйста. И также помещаем грибной. Ну а также здесь посмотрим, заглянем сейчас в аэрогриль. Нормально. Уже даже хорошо. Можно перевернуть. Хорошо выглядит. Дорогие друзья. Уже сегодня поздно вечера. Ой блин испугал. Мой кот меня испугал. За мной прибежал. Ой что мой. Вот смотрите на это чудо. А это чудо. Здесь ковыркается в грязи. Какое чудо. Очень чудо. Где лазишь? Где ты лазишь? Вышла погулять. У меня еще на моем кольце. Вы знаете, что я ношу это красивое вот это колечко. И мне чуть-чуть не хватает 11 тысяч шагов. Это моя цель в день. Пройти 11 тысяч шагов. Для похудения. Не скажу похудения. Я просто держу себя в форме. Сейчас это моя норма. Особенно сейчас мы поздно покушали. И обязательно нужно походить. Потому что подвигаться. Чтобы это чуть-чуть хоть сожглось. Чтобы не идти на полный желудок. Спать. Нужно 4 часа примерно после ужина походить. Уже 2 часа прошло после того. Но еще не хватает мне. Ну что, дружок. Пойдем погуляем. Вот так. Такие друзья. Вы кто знаете, что я уже как 2 месяца. Слышно проехал. 2 месяца я слежу за своим питанием. Также слежу за своими движениями. За как двигаюсь, как спортом занимаюсь. Это все у меня очень-очень важно. Чтобы потерять вес. Вес я уже потеряла. Но не только вес. Но и приводить себя в порядок. И приводить себя в форму. Это у меня тоже большая помощь. Это кольцо мне дает. Что оно засчитывает у меня шаги. Показывает сколько в день я сожгла калории. И показывает какой стрессовый у меня сон был. Или не стрессовый. Наоборот, у меня должен сон быть. Чтобы расслаблю. Ну, чтобы стресс ушел. И все это влияет, конечно, на вес. И все в этом теле. Я спасаюсь этим колечком. Болотое кольцо это. Вот, друзья. Ну и вот самая большая цель. Паутину поймала. Мне нужно ходить вечером гулять. Кот кого-то там ловит уже. Я думаю, что он не поймал. Надеюсь, не поймал. Кого-то там сзади меня. Не покажу. Вот такая, друзья. Так поздно. Кого-то ловит мышку. Не знаю, кого он там ловит. Вот. Вот. И вот у меня всегда смотрю на колечко. Сколько у меня шагов. Пытаюсь. Мышу. Мышу поймал. Мышу поймал. Мышу поймал. Вот она мыши. Вот так он у нас мышь ловит. Хорошо, что домой уже больше не приносит. Мышу поймал. Слышали пищало, как мышку поймал. Вот вам. Life. Вот так. Мышку успокой, оставь. Лео. Отпусти живую. Зачем она тебе только? Вот что мой. Не наигрался, да? Все. Хорошо, что домой не приходят с этими мышами в последнее время. И это классно, что он это не делает. Потому что он какое-то время, он почти каждый день нам что-то приносил. Спасайся, мышка. А то от Лео не спастись. Вон. Мышка носится, как угорелый. С этой мыши. Эй, Лео. Ты где? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Оставь мышку. Иди сюда. Не нужна тебе мышка. Ну иди. Зачем он тебе? Зачем он тебе? Иди сюда. Иди сюда. И носится, как угорелый. Мама рядом бегает, ходит. Ему нравится. Это что? Что не один бегает. Он любит со мной гулять вечерами. И вот это отвлекает меня от темы. Я говорю, ориентируюсь по кольцу и смотрю, можно гулять. Нет, если у меня активный день был, то, конечно, я вечером уже не гуляю. А так, сегодня, по идее, активный был. Ну, что он там, Лео? Все-таки мыши поймал. Что ты тут? Что это называется? Что это такое? Блин. Сейчас. Лео, что это? Что это у тебя такое? Что у тебя? А? Что у тебя там? Что? Что там? В песке покупался? попался песок углу чашется все чашется песком песком засыпался чешется ой-ой-ой что это такое что это такое что это у тебя я расскажи что у тебя такое поведение страны а бесится где-то мышка что ли никто у тебя там нету балдеешь просто вещь и делать может дим что с тобой расскажи по идее кастрировали что с тобой как это понимать у нас такой период друзья что ну период какой что у нас одна и по-соседски есть кошка которая не костыну не стерилизована и всех котов вызывает она своим запахом и все вот коты приходят недалеко от нас и вот они как-то получается и пытаются ее завоевать и у нас здесь пляска кошачья свадьба смотри меня не подойти не взять чем-то ничего нету только те лил это тем не вот он дуреет хотя эти запахи везде учуются не знает здесь мышную шоу она удрала у него слава богу это было бы у нас прикольно с мешами здесь ты чё там лопаешь оно выплюнет желуди лопает вон аж бесится аж бешит аж бешит от настроения и вот он ходит зажигает самый главный код здесь уже чуть позрослел и показывают свой характер всем вот такая ситуация дорогие друзья чуть-чуть с ней с вами побеседовала кота показала и буду заканчивать на этом ролике скоро у меня скорее всего надеюсь получится выпустить ролики регулярно но я знаю что вот-вот не будет маленькая пауза поэтому я не знаю еще когда был вообще заранее наверно через шот поэтому с вами буду прощаться дорогие друзья увидимся в следующем ролике спасибо большое за парде поддержку за ваши приятные всегда комментарии которые вы пишете ну и не забывайте подписаться кто еще не подписался у меня регулярно уже с удовольствием смотрит и извиняюсь за мой русский конечно мне русский нехороший такой сильный как нужен до блогер стадок есть такая есть что сделаешь на немецком каждый день регулярно разговариваю а потом на русском записываю видео вот такой вот это и получается у нас дорогие друзья доброго вечера спокойной ночи ну и пока